Мы не играем в игры в Европе, потому что мы ведем войну против России. Русские умирают, и это лучшее, на что мы когда-либо тратили деньги. Нужно быть готовым поддержать наши войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. Белорусский кордон должен контролировать Киев, Вильнюс и Варшаву. Белоруссия должна быть оккупирована и расчленена на три зоны – украинской, польской и литовской. Немецкие солдаты снова идут на восток в составе войск коллективной Европы. Сложно равнодушно относиться к подобным заголовкам в западной прессе. Мы часто говорим о преступном расширении НАТО, о том, что Советский Союз обманули и нарушили джентльменское соглашение. Вот только подтвердить его существование, к сожалению, практически нечем. Зато есть куда более яркий пример экспансии НАТО на восток с железобетонными фактами. Европейская архитектура безопасности продолжительное время базировалась на трех китах – соглашениях между СССР и США. Все работало как часы, пока в Белом доме не решили, что им слишком тесно. Юридически вся эта операция всего лишь мелкое хулиганство. Мелкое? Да и вот учтите, что за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги. Три кита международных отношений в области безопасности – это продни АУД РСМД. Если вкратце, то два глобальных игрока – США и СССР – договорились не продвигать к границам друг друга системы противоракетной обороны, уничтожить все пусковые установки и ракеты средней и меньшей дальности, а также не передавать третьим странам ядерное оружие. Угадайте, кто методично и поэтапно все это уничтожил. К концу выпуска все поймете сами. Уже в 1999 году глава администрации Белого дома при Билле Клинтоне заявлял о начале процедуры выхода из договора о ПРО. Поскольку мы изучаем возможность развертывания национальной системы противоракетной обороны, которая защитила бы Соединенные Штаты от распространения ракет со стороны государств изгоев, мы ведем переговоры с русскими о том, как мы можем скорректировать договор по ПРО с учетом этого. Мы делаем это в духе не подрыва безопасности России, а укрепления нашей безопасности, безопасности обеих стран. И эти обсуждения продолжаются. Они на техническом уровне. Чему стоит поучиться у англосаксов, так это долгосрочному планированию. На 50-100 лет вперед. После ухода в отставку Клинтона, его дело по разрушению мирового баланса сил продолжил Джордж Буш. У меня нет конкретного расписания. Я точно знаю, что договор по ПРО мешает нам сделать то, что мы должны делать. И во-вторых, я точно знаю, что господину Путину известно о нашем желании выйти из договора по ПРО, и мы это сделаем. В июне 2002 года по решению Джорджа Буша-младшего, США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Тут важно сделать поправку на ветер и пояснить одну важную особенность. Скажем так, в военной сфере многие вещи имеют, мягко говоря, двойное назначение. Системы ПРО в данном случае могут выступать как пусковые установки для ракет, которыми можно наносить удары по наземным целям. Да и когда такие установки находятся в максимальном приближении к местам запуска ядерных ракет, они существенно сокращают их шанс достичь цели. То есть во многом нивелируют потенциал ядерного щита и возможного ответа. Уже в 2007 году американские ястребы лоббировали размещение подобных систем в Польше. Мы говорили о том, как мы можем улучшить вопросы взаимной безопасности. И нет лучшего символа нашего стремления работать на благо мира и безопасности, чем работа над системой противоракетной обороны. Система противоракетной обороны, которая бы обеспечила безопасность Европы от особых режимов двойного запуска, которые могут исходить из тех частей мира, где лидерам не особенно нравится наш образ жизни. В мае 2016 года на территории Румынии состоялась официальная церемония постановки на боевое дежурство первой американской системы ПРО в Европе. В декабре 2023 года подобную систему открыли на территории Польши. Параллельно со строительством пусковых систем вблизи границы юзного государства Беларуси и России, в США начинают разработку дальнобойных ракет. Для этого в 2019 году Белый дом инициирует выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который накладывал ограничения на разработку и испытания подобных ракет. Президент Беларуси в те дни дал четкий прогноз по развитию дальнейших событий. Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом, сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо вместе с Россией будет думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А еще хуже будет, если эти ракеты будут размещены, не дай бог, гипотетически пока на территории. Мне кажется, что, хоть и Североатлантический Олег заявляет о том, что они не собираются размещать Европе эти ракеты, мне кажется, это просто блеф. В противном случае зачем выходить? Зачем было разрушать этот договор? За годы оккупации стран Евросоюза США не только смогли выстроить систему военных баз и ударных установок, но и разместили здесь свое ядерное оружие. Нет, не просто для хранения, если вдруг кто-то мог так подумать. При титулованном медалисте Обаме отрабатывались командно-штабные учения, сценарием которых было нанесение ядерного удара по территории Белоруссии и России. До 2016 года мы жили тихо и спокойно, пока не оказалось, что по нам отрабатывают условные ядерные удары. И, конечно же, это очень сильно обеспокоило, прежде всего, все военно-политическое руководство нашей страны, потому что, конечно же, вопросы национальной безопасности, они не могут быть какими-то второстепенными. Я думаю, что у каждого человека на земле, наверное, не было бы никогда даже в страшном сне желание посмотреть, что творилось на Хиросиме и Нагасаке. Вот, ну, то же самое, если мы посмотрим, что творили, например, американцы на севере Сирии, или то, что сегодня происходит с сектором газа, ни всякого сомнения мы видим, что это страшно. О том, что мир сегодня находится, ну, на грани Третьей мировой войны. Вопрос формирования нового мирового порядка сегодня стоит лишь по одной причине. Потому что Белый дом устроил тот самый глобальный беспорядок, который мы наблюдаем не только в Европе, но и по всему миру. О демонтаже мировой архитектуры безопасности. Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова